Эта аудиокнига записана при поддержке сайта Книга в Ухе. Найдено в чьей-то электронной почте. «Лёх, извини, что вчера не позвонил, но тут у меня полный п***ец случился. Короче, я вчера от тебя как вышел, пошёл к метро. Решил через дворы срезать, естественно, заблудился сразу же. Пошёл обратно. Думал к твоему дому выйти, а оказался вообще в лесу. Машины где-то рядом шумят, то ли алтушка, то ли мкат, непонятно. «Время часа два ночи. На улицах никого. Спросить не у кого. Иду, вдруг слышу. Вопль просто дикий. Явно что-то нехорошее случилось, раз кто-то так орёт. Ну, я пошёл на крик. Сам знаю, что идиот. Мало ли, может, убивают кого. А если пьяные дурака валяют, так хоть дорогу спрошу. Сворачиваю за гаражи, а там просто п***ец. Короче, лежит на снегу то ли узбек, то ли таджик в этой спецовке оранжевой. Над ним какой-то п*** наш мелкий склонился, а вокруг всё в крови, как будто банку с краской взорвали. Этот таджик орёт благим матом, а тот у него в животе копается. Причём у него в каждой руке вилы, как и у Фредди Крюгера. Лёх, знаю, что не поверишь, но всё равно расскажу до конца. Я, короче, ел от такого. Стою, смотрю на них. А тут этот мелкий меня заметил. Голову из живота таджика вынул, руки в стороны расставил и как зашипит. Бл***ь, мне бы драпать оттуда, а меня как парализовало. Он секунд пять пошипел, а потом как прыгнет метров на семь в сторону. Там овраг как раз, и лес начинается. Я его не рассмотрел толком, но походу он совсем голый был. На руках только перчатки эти с лезвиями. А может быть, это не перчатки были. Х*** знает. Короче, я к этому таджику подбегаю, а он живой ещё. Кровищи вокруг. Я давай в скорую милицию звонить. Так и говорю, приезжайте. Хорошо, рядом бойлерная стояла, на ней адрес был, а то я даже не знал, где всё это произошло. Вызвал, стою, думаю, что делать. Решил всех дождаться. Снова идиот. Не бросать же человека. Он лежит, хрипит, на меня смотрит. Я ему объясняю, что, мол, скорую вызвал. Хотя понятно, что не поможет она нифига. Потому что его кишки валяются вокруг, как серпантин на красном снегу. Но жалко его всё равно. Я рядом присел. К нему наклонился, а он хрипит только. Шайтан, шайтан. Пока скорая приехала, он помер уже. Дождался я и милицию. Трижды идиот. Все набежали, стали этого таджика осматривать. Какие-то протоколы составлять. У меня объяснение взяли. Я только представиться успел да рассказать, чего видел. А меня сразу в тачку ментовскую упаковали. Мобильник отобрали, в наручники, все дела. Что там дальше они делали, я не видел. Полчаса в этой машине просидел. Потом меня куда-то повезли в следственный комитет. Сказали на допрос к следователю. Я спрашиваю, вы там хоть что-то нашли? У меня же с собой ни ножа, ничего нет. Чем я мог так этого джамшута распотрошить? Голыми руками, что ли? Ничего не знаем, отвечают. Получается, ты последним этого таджика видел живым. Значит, первый под подозрение попадаешь. Ну, думаю, хрен с ним. Короче, увезли меня куда-то далеко. Аж до Тимирязевской. Там и в кабинете мне пальцы откатали. Весь в краске-то и черный перемазался. Но возникать не стал. Еще полчаса в коридоре под охраной пара милиционеров просидел. Потом следователь приехал. Меня сразу в кабинет на допрос. Еще опер какой-то, два на два метра. Тоже поприсутствовать попросился. Рассказал я, чего было. Думал, сейчас прессовать начнут. Но нормально вышло. Соледак объяснил, что так, мол, и так. Пока он меня задержит на двое суток. Так типа по закону положено. А там видно будет. Я говорю, можно мне хоть позвонить. Родных предупредить. А то время уже к утру близится. А я как вечером ушел, так и не объявлялся нигде. Нет, отвечает. Нельзя. Потом типа. Все потом. Надиктовал я ему показания свои. Он протокол напечатал. Дал мне почитать. Я там сразу же, как подозреваемый, шел. Но тут я возмущаться начал. Что за херня? Где адвокат? Где доказательства, что это я сделал? Думал, что точно за такой пи*** грибу. Но мне объяснять начали. Типа раз на месте преступления меня обнаружили, то пока разбираться будут со мной. Понятно, что в мою историю про того прыгуна никто не поверил. Я даже вспоминать про него не стал. Хотя в протоколе про него написали слово в слово, как я сказал. Но все равно обидно. Я отвечаю. Если это я сделал, нафиг я тогда в скорую звонил. Ментов дожидался. Почему я сразу не свалил? Времени у меня было предостаточно. Потом говорю, что от того чела наверняка следы на снегу остались. Рядом с таджиком и там. В овраге поискать можно. И по моим следам видно, откуда я пришел. Хотя после того, как там и бригада скорой помощи, и пара нарядов милицейских прошлась, хрен там, что найдешь сейчас. В овраге, если только. А самое главное, говорю, что если это я так человека распотрошил, я в крови должен был хотя бы чуть-чуть испачкаться. Но меня выслушали. Все так, говорят. Но порядок есть порядок. И начали меня про этого пи***ныша расспрашивать. А я ж его и не видел толком. Темно было за гаражами. И ускакал он быстро. Ну, говорю, ростом он метр шестьдесят, наверное. Башка лысая, сам худой. Одежды я на нем не видел. Только на руках непонятно что. Когти или лезвия. Может, это животное было, спрашивают. Может, животное, отвечаю. Может, тебе показалось. Может, и показалось. Я от друга иду. Бухой малость. Так, может, это ты, Таджик, угандошил. Ну, думаю, понятно все. И тут у следака мобильник звонит. Он слушал, слушал. Потом говорит. Сейчас буду. Опера с собой прихватил. А мне какого-то усталого милиционера в кабинет завели. Чтоб сторожил типа меня. Следак еще пошутил. Говорит мне, никуда не уходи. А куда я уйду? Меня аж наручником к столу пристегнули. Короче, они уехали, а я с ментом в кабинете остался. Я думал с ним разговор завязать, хоть узнаю, как, чего. Он не положено, и все. И в мобильник свой уткнулся. Ну, я сидел, сидел и задремал. Просыпаюсь, на часы смотрю. Время полшестого утра уже. Милиционер этот дрыхнет. Следак не вернулся еще. В конторе тишина. Видимо, кроме нас и нет никого. В общем, решил я себя в порядок немного привести. Краску хотя бы с рук оттереть. Все равно делать больше нечего. Там под столом урна для бумаг стояла. Я ее ногой к себе подтащил. Вынул оттуда лист смятый. Начал руки вытирать. Потом пригляделся. Это тоже протокол чьего-то допроса. Да и думаю, почитаю. Раз в урне лежит, значит не нужно уже. Короче, Лех. Там какую-то женщину допрашивали. Она тоже эту сволочь видела. С собакой вышла погулять, а эта тварь на нее напала. Собака ее прогнала, следом побежала и пропала по ходу. Чем кончилось, неизвестно. Я уж думал еще чего интересного в урне поискать, но тут следак вернулся. Я еле этот листок спрятать успел. Следак бледный был. Нервный весь какой-то. В кресло свое сел, давай лицо руками тереть. А руки-то у него трясутся. Ну, товарищ следователь, спрашиваю у него, чего делать-то будем? Да ничего, отвечает. Давай-ка еще раз расскажи, как дело было, и можешь идти. А что там произошло? Разобрались? Разобрались, говорит, ты ни при чем. Действительно. Но показания дать все равно надо. Без вопросов, говорю. Надиктовал ему все еще раз. Написал, где нужно было. Я уже как свидетель шел, так что нормально все вроде. Вещи свои под расписку получил и пошел во своясе. В общем, Лех, не знаю я, что это за *** такая была. Но к тебе в Биберево я больше не поеду. Уж извини.